Коронавирус шагает по планете и смотреть новости реально стало страшно. Но, друзья, сейчас мы вам визуально покажем, как можно защитить себя от коронавируса с большой вероятностью защиты с помощью обыкновенного сала. Да, конечно, можно сделать это вот так вот. Да, этот способ эффектный, но он ненадежный. Гораздо проще защитить себя от коронавируса с помощью вот такого вот забора из сала. И тогда вот ты за этим забором и пофигу тебе на этот коронавирус. Это, конечно же, была шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. Все остальное правда. У нас сейчас в Украине карантин. И для того, чтобы карантин благополучно, хорошо и комфортно пережить, вот мы запасаемся продуктами. А для этого сегодня мы будем коптить сало. Картошечки мы два мешочка таких прикупили. Сало вот прикупили сейчас в заказ. Курятина у нас есть. Все у нас есть. И у нас вина в погребе литров 150. И карантин, и пофигу, опять же, пофигу коронавирусу. А, и вот сейчас у меня тандыр уже догорает, уже он раскаленный. И будем коптить сало в тандыре. Кто-то может сказать, что, да разве же это копчение, это скорее жарко. Да, это будет жарко. Она непродолжительная. Будет сало вот это запекаться, может быть полчаса, может быть минут сорок. Оно будет запекаться, но оно будет запекаться в дыму. И после этого оно приобретает мягкий, мягкий такой запах копчености. Не такой, что сшибает прямо в нос и в мозги, и вызывает горечь во рту. А вот именно мягкий вкус копчености и обалденный вкус. А для этого все у нас готово. Для этого берем сало и надеваем ее на крючья. И тандыр. Я потом покажу, что я делаю, чтобы было больше дыма. Это грудинка. Вот здесь сало потолще, вот здесь ребра попадаются и постепенно переходит в брюшину. Ну, брюшина здесь состоит в большей степени из мяса, чем из сала. И, в конце концов, эта самая вкусная часть получается свиньи. И вот такая вот рулька запечем. Но рульку сначала нужно ей дать побольше жару, чтобы она... Если сало будет копиться где-то полчаса, а может 40 минут, то рульке нужно не менее часа. За это время она может полностью сгореть. Поэтому сначала я ее закутываю в фольгу, чтобы она прогрелась как надо. И только после этого я сниму фольгу и дам ей дымка. Ну, дрова в тандыре уже перегорели, уже остался только жар, уже тандыр весь белый. И все, у меня все готово к копчению. И я первым делом закрываю поддувало. Нам подсос воздуха не нужен. Теперь беру несколько палочек. Ну, я буквально три палочки возьму. Вот шелковица и две абрикосины. Вот так вот брошу на жар. Это для дыма. И сюда же, сверху, вот такую крышечку. Вот положу. Вот так вот. Вот так вот. Эти дрова у меня жареть не должны. Вот так. Это все для дыма. И теперь, и теперь. Я делаю вот что. Занак вот таким вот. И начинаю набивать кольцо. Другой кусочек. Нет, нет. Не так. Не так. Не пойдет. Вот так. Вот так. И теперь, и теперь по центру вот эту рулечку. Вот такая получится. Вот такая вот красота получится. И я все это накрываю крышкой. Вот так вот. Процесс пошел. Нужно засекать полчаса. Прошло полчасика. И Маем это еще маемо. Стало в жаренокопченном состоянии. Рулечкой пускай прогребается. Ну вот, друзья. Мы сделали то, что намечали. И напоследок я вам дам всего лишь два пожелания. Нехай счастыть и нехуй шастать. Что в переводе с матерного украинского обозначает. Я желаю вам счастья. И во время карантина не надо шататься, где не следует. Субтитры сделал DimaTorzok.